Мой доклад будет посвящен, собственно, юрисфикации подоснимков аномальных явлений и чтобы, в общем-то, для наглядного представления, я буду пользоваться образцами, которые в основном поступали на анализ в течение последнего времени. То есть это последний год и, в общем-то, ну, может быть, пародия. Пожалуйста. В общем, первый снимок, он совершенно ненаглядный, он представляет какой-то непонятный объект, который, в общем-то, довольно-таки разумеет, непонятна ни форма, ни размер, ни характера движения, то ли рук фотографа, то ли объекта. Но здесь я делал принципиально с учетом того, что, ну, большая часть снимков, поступающих на анализ, носит вот такого царапия. Это совершенно не информативно. И, в общем-то, люди, которые снимали, не знаю, и шейф, потом передавать на анализ. Следующее, пожалуйста. Этот объект был перевернен на анализ где-то, может быть, чуть более двух лет тому назад, но он достаточно нагляден. В чем же их причина? Они, в общем-то, имеют с первым довольно одну общую особенность. Пожалуйста, следующее. А причина довольно простая. Это всего лишь декильная выдержка, которая, собственно говоря, была установлена в аппарате. Здесь вы видите художественные снимки, которые были сделаны именно с применением такого эффекта. Пожалуйста, дальше. Собственно, первый снимок – это объект Луна, который в течение одной секунды снимался с рук. А второй снимок – это, в общем-то, двухсекундный самолет. Вы видите, про близковую мальчу. Пожалуйста, дальше. Здесь с этим эффектом сейчас в современном мире, особенно в интернете и так далее, появились новые фотографии, даже течение такое, которое типа как фотоискусство. Берется длинная выдержка, ставится, и, в общем-то, человек с фонариком обычно скотобиодным ходит и, ну, в общем-то, совершает какие-то движения по определенной траектории. Собственно говоря, чтобы не путаться и чтобы у начинающих уже не возникало сомнений, пожалуйста, следующее. Вот я приведу несколько снимок, которые были сделаны для нас. Шутники довольно часто этим пользуются. Пожалуйста, дальше. Здесь мы имеем очень наглядный снимок, когда, если будем говорить о стержнях, так называемых. Эта тема уже изъелась себя на протяжении лет, наверное, десяти. И еще, наверное, поожрение нормальных видеокамер, эта тема появилась уже в средствах массовой информации. Здесь я постарался выбрать самый наглядный снимок, который можно было бы идтифицировать как стержень. Даже для наглядности увеличил фрагмент. Но на самом деле, хочу разочаровать всех сторонникам, что стержни это, может быть, внеземные объекты. Это вполне земные объекты. Пожалуйста, дальше. Этот снимок иллюстрирует, да нельзя. Характер природы этих объекта. Это самое обычное насекомое, которое машут червелями, собственно, несколько раз в секунду. Здесь выдержка довольно большая. Стоит прожектор, который приманивает их. И мы видим таких стержней здесь даже не один десяток. Дальше. Ну, в общем, довольно распространенное явление. Я бы, конечно, не стал бы о нем говорить. Наверное, даже на 100 присутствующих, я не знаю. Но многие очевидцы, которые присылают материалы на анализ, они постоянно говорят, что прислали материал, никого не вывода, нигде не говорят об этом, нигде не рассматривают. То есть им ответа не приходит. Это наиболее распространенная, скажем так, ошибка фотосъемки. Да, это даже не ошибка, но это эффект, который проявляется при вот такой вот фотосъемке, где есть яркий источник света в кадре. И мы видим, что вот зеленая точечка, которая в правом и нижнем квадрате, это, в общем-то, блик от того объекта, пожалуйста, дальше. Собственно говоря, блик появляется относительно оптической оси объектива. Это известное физическое явление, просто оптика, аппарат фиксирует такой и больше ничего. Аберация объектива. Аберация объектива. Это, ну да, в общем, можно так, надо. Поехали дальше. Вот еще один фотоснимок, который рефрирует еще один вид таких аномалий, появляющихся все время, с увеличенным количеством, скажем так, все растет и растет. Вот Луна, и вот рядом мы видим нечто, которое в народе называют то ли шоу, то ли фейн-объект, то ли еще что-то. Но на самом деле он имеет достаточно простую природу. Давайте дальше посмотрим. Вот здесь вот на фоне тадрки этих объектов просто немеряны. Здесь их сотни. Некоторые скажут, что они там занимаются какой-то своей жизнью, может быть, там ездит поля. Ну, давайте посмотрим на правый верхний угол. Здесь мы видим дифракцию, которая образуется на отверстии, то есть это картинка из учебника физики. И давайте сравним картину дифракции и картину этого объекта. Причина, в общем-то, довольно проста. Свет, когда попадает на точечную частицу пыли или флаги, которая находится возле объектива, он дает причину этой частицы с одной единицей, источником света. И мы, в общем-то, наблюдаем такую картину, когда снимаем в пыльном помещении, во влажном помещении. Кто, в общем-то, считает мои слова неубедительными, может поставить такой эксперимент без проблем. Когда снежинки снимаешь, то это такая же... Снежинки в том числе и... А надкусанные шары, если... А надкусанные? Ну, конечно, кто-то надкусывает. Поехали дальше. А это не объясняет. Позволься потом, я сперва закончу на план. Здесь, в общем-то, приведена схема, которая иллюстрирует примитивнейшим образом появление фактических частиц. Объектив у нас, естественно, в современных фотографиях далеко не обнательно, но здесь рассмотрено, как свет проникает через одну линию, что изображение на матрице соответствует, в общем-то, примерно по форме таким образом. Смотри. Какие условия создания таких снимков? Мы видим сверху, что вспышка, она, в общем-то, имеет довольно широкий угол раскрыва, и она, в общем-то, освещает практически все объекты, которые лежат в непокусном расстоянии, которые ближе, чем в фокусном расстоянии, объективу, освещает их. Получается разумная картинка, которая, в общем-то, приводит к описанным эффектам. Поехали дальше. Ну, здесь я, наверное, хочу остановиться на рассмотрении дефектов, которые появляются при съемке техника, и рассмотреть уже реальные объекты, собственно говоря, которые, ну, снимок сделал, собственно, это никакая не поднялка не подошел. Но многие, опять же, наверное, в зале знают, что это такое. Давайте посмотрим следующий снимок, чтобы уже узнать всем. Это детка, которую можно заснять при запуске нашей космической техники. Особенно такие снимки характерны для северных районов европейской части России или для районов, которые находятся недалеке от, например, того же космического канона. Здесь мы видим разные объекты, ну, точнее, объекты нас не особо интересуют, а вот визуальный эффект, он проявляется по-разному в зависимости от метеоусловия и, в общем-то, прозрачности, ну, да, в общем-то, метеоусловия. Поехали. Здесь я постарался примерно схематически представить диаграмму распределения всех снимков, которые вступают на анализы. И, если вы заметите, наибольшие секторы, как раз таки, вызваны дефектами съемки. Почему, в общем-то, этот мой класс я и посвящал в основном именно этой тематике. То есть, здесь мы видим, конечно, 1% объектов, которые не удалось инфицировать, но я не исключаю, что этот объект найдут ответ на вопрос об инфицировании позже. Здесь же есть опознаваемые объекты, которые выдаются обычно техникой. Это либо самолеты, либо шнита. Ну, сейчас уже китайские фонарики появились в большом количестве и так далее. В подделах, ну, собственно говоря, поступает достаточное количество. Люди умеют пользоваться фотошопом, учатся все больше и больше. И, в общем-то, всякий раз стремятся выставить себя вот от дурака. Ну, кроме этого, конечно, встречаются просто безогидные шуточки. Ну, они, честно говоря, не очень в исследовании, собственно говоря, играют какую-то пользу в основном. Ну, в общем-то, спасибо за внимание. Теперь вопрос. Может, у вас вот сбоку, когда показывали, круги разнили? Круг в круге тик, бывает, как на свадьбе. Пожалуйста, вернемся к этому. Снили. Это просто накладывается изображение. У меня такой вопрос. Кто и что где снимал этот снимок? Это имеет значение. Это снимали в условиях влажности где-то на территории Украины, я скажу. То есть это место было здесь. То есть они сняли, да? А вы знаете, что с помощью физических явлений, не естественных, а не каких-то, можно передать им определенную информацию. Вам не напоминают вот эту фотографию, фотографию остатки сверхновой в большом Магеллановом облаке? Вы знаете, мне может напоминать все, что угодно, но я могу сказать, что... Необходимо, и даже и в учебнике физики встречаются в одном такой... То есть Магелланово облако? Нет. Интересно. Нет. Определенные символы несут информацию. Тот, кто снимал, он получил при этом нужную ему информацию. Поэтому мы так критически, по-моему, не говорим. Я могу представить на тебя. Зажив такие сверхъестественные физику, можно все, что угодно передать. Пожалуйста, я объяснил это с физической стороны. Я не объяснял это нематериально. Это не фронта, которая, в общем-то, картина... Да, для человека, который снимал, плюс еще другая информация пошла. Естественно, он получил. Человек вообще не ожидал опостя. Сразу скажу, он увидел, когда он снял. А вот можно свои соображения? У нас уже полемика начинает. Нет, дело в том, что вот по поводу таких шаров. Значит, мне кажется, чтобы вот все это сводить к пыли или к каплям воды, надо учитывать условия съемки, например, влажность. Там, запыленность. Надо учитывать такие факторы, например, как динамика. Вот. То есть, вот, к примеру, мы в пещерах снимали, когда, например, при первом каблее максимальное количество шаров, некоторые шары напусанные, с дефектами. То есть, их нельзя объяснить чисто, вот, скажем, интерференционной картиной. Вот. И динамика. И чесновение шаров. Мы будем тогда обсуждать безметно. А сейчас просто без предметов полемику начинаем. Потом дальше. Спираль видной структуры на этих шарах. То есть, не всегда вот чисто вот такая картинка идет. Да, чисто такая картинка. Далеко не всегда. Она должна быть. Потом дальше. Языки пламени. Может, все отвечают. Это вопрос или нет? Нет. Просто возражения. Вот по поводу, так сказать, чисто такого объяснения, что это капли воды или пыли. Возражения принимаются с фактами. Факты есть. Есть эксперименты, которые не ставили неоднократно. Недостаточные факты. Я в свое время в космопоезде сдавал отчет вот по таким шарам в пещерах. Вот. То есть, там я приводил именно свидетельства в пользу того, что это не пыль и не вода. В частности, мы ставили модельные эксперименты, когда специально запускали и пыль, и воду, и фотографировали, как это все будет. Значит, одно из отличий, если на компьютере увеличивать вот такие шары, да, у них может проявляться более подробная структура, чем на исходном снимке, не увеличено. А если ты начнешь увеличивать капли воды или частицы пыли, то они становятся более размытыми. Там есть принципиальные... Андрей, я объяснил. Эта разница обусловлена, насколько далеко частица находится от объектива. Если она находится близко, одна картина. Если чуть дальше, другая картина. Чуть-чуть дальше, третья и так далее. Если посмотреть, что вот на фоне сзади, там не все частицы имеют вот такую вот форму, да, которая у меня есть. Не все, согласен. Есть некоторая, которая белая полностью. Это все зависит. Объем пространства там у нас какой-то имеется. Не все же у нас на одной плоскости расположено. Вот, соответственно... Мне кажется, надо учитывать всегда совокупность факторов. Потом еще цвет частиц. Потому что я видел разные частицы. Они были и зеленого цвета, и красного, например. Вот когда снимки огнехождения, скажем так. Причем красный цвет не от костра, а там цвет розовый скорее. То есть, которые не дают ни угли, ничего. То есть, есть еще, вот я говорю, ряд факторов, которые не учитываются. Свет тоже объясняется легко хроматическими аберрациями. В общем-то, эта камера снята, как правило, далеко не профессиональными камерами. Но хотя и на профессиональных камерах эффект хроматической аберрации наблюдается. И потом, я считаю, надо всегда отличать. Вот есть некий исходный образ, который может быть в искаженном виде. А есть преобразователь, например, той же цифровой матрицы фотоаппарата. То есть, когда, например, видно интерференционная картина волн, вот эти круги, это могут быть действительно эффекты оптические, но которые искажают какой-то реальный объект, который на снимке выглядит не так, как он выглядит на самом деле. Но объект этот не обязательно пыли, не обязательно капли воды. Почему можно предположить, что это объект, скажем, в параллельном пространстве, глаза его не видят, а просто у камеры другой частотный диапазон. И они, так сказать, ухватывают те вещи, которые глаза не ухватывают. Там просто другой спектр. Анны, можно я немножко остановлю эту дискуссию и скажу, что можно предполагать все что угодно, это никому не запрещается. Но я рассматривал предположение, что мы находимся в материальном мире и что мы имеем дело с эффектами физики.